Всем привет, я поздравляю всех с прошедшим новым годом, сегодня будем писать пейзаж, немного отойдем от моей стандартной схемы и будем делать теплые солнечные цвета и холодные фиолетово-синеватые тени в лучших традициях импрессионизма. Также для моих подписчиков на Boost я снял новое видео, которое посвящено цветам. Судя по отзывам и комментариям в ютубе, эта тема очень многим интересна. Вы как обычно увидите весь процесс, я расскажу о тонкостях данной темы, разберем детали и сложные моменты. Так что переходите по ссылке в описании к этому ролику, выбирайте доступную для себя подписку, рисуйте вместе со мной, а потом присылайте свою работу на разбор. Итак, мы возьмем сиену, немножко ее разведем, чтобы нам было комфортно работать. Я бы сразу провел вот какую-то такую вертикаль, которая будет длить у нас 60 на 40, даже мне кажется, можно ее там еще чуть побольше сдвинуть. Что-то вот у нас такое пойдет. Здесь тоже будет линия выходить. Здесь где-то будет вертикаль. И так еще раз немножко усилим. Вот здесь где-то будет у нас крыша выходить. Главное рассчитать все вот эти вот размеры, сделать себе так называемую вот эту разметку или засечки, попытаться найти логику в этом большом количестве разных элементов и не запутаться. Также здесь где-то у нас будет выходить вот эта вот башня такая интересная какая-то. И я вот пытаюсь как-то здесь зацепиться. Наверное, вот может быть даже еще повыше поднять линию вот эту. Вот здесь можем вот эту крышу наметить. То, что она у нас будет идти вниз уже. Все равно в основе всего лежит рисунок и умение передавать то, что вы видите. Умение это стилизовать, находить пропорции, делать это изображение убедительным уже для зрителя. Еще раз уточняю вот эту вертикаль. Смотрим, сколько у нас здесь приходится на этот отрезок. Он не очень большой. У нас там где-то делится пополам. Здесь уже кусты начинаются. Также вот здесь идет такая дорожка, которая выходит на нас. И здесь вот эти канализационные люки. Их потом можно будет исполнить прямо несколько мазков. Показать прям такую жесткость и контраст здесь на переднем плане. Здесь вот хочется, наверное, более плоскую такую крышу сделать. То есть какие-то такие характерные особенности. Так, и где-то здесь у нас будет вот этот вот скат. Вот эти точки у крыши надо смотреть, как они будут здесь себя вести. Здесь где-то будет дверь. Вот ее можно сразу наметить аккуратно. И здесь тоже будет окно. Смотрите некую соразмерность, то есть по массам. Допустим, вот к этой стене какое будет окно. То есть насколько оно будет большое или маленькое, вытянутое. У всего есть определенные пропорции, которые мы можем и должны считывать. Также здесь будет вот эта вот какая-то клумба такая интересная, которая является как будто прям частью этого дома. И здесь будут кусты какие-то. Много у нас неба получается, но за счет, я думаю, проводов мы это все уравновесим. То есть, казалось бы, на первый взгляд идет такой небольшой перевес. У нас идет такая массивная вот здесь вот часть. Но я думаю, здесь мы просто положим определенную графику и дополним. Мы как художники можем себе это спокойно позволить. Здесь интересный такой вообще идет зигзаг. Вот. Хорошо бы это все проследить. Это какая-то горная такая местность. И видно, что здесь прям вот эта вот тропинка спускается на нас. И есть там несколько таких высот. И вот этот зигзаг, он в принципе очень такой интересный по рисунку. И вот здесь вот будет куст. Такой, кстати, посаженный очень по зелени. Солнечный такой день. Синие и фиолетовые тени. Но это, я думаю, мы уже будем ближе к живописи обсуждать все эти тонкие нюансы. И здесь вот у нас идет опять некое деление. Вот несколько здесь у нас идет вот этих крыш. И тут опять кусок зелени какой-то выходит. Растительность, которая прямо сверху там выходит из этих домов. И вот здесь вот кусок. Вот этот наклон крыш очень важный. То есть, насколько они как бы так положены или более полога. Это как бы все передает такой характер. И там у нас тоже вот это какое-то окно. Какие-то теневые моменты мы тоже можем сразу проложить. Ладно, давайте начнем с неба. Возьмем Беливо, возьмем Ультрамарин. Прямо побольше, потому что его достаточно много здесь у нас. У нас грунтованный картон. Плюс он еще у нас имеет определенную тонировку. И в принципе эта тонировка является такой довольно сложной подложкой как раз под наш Ультрамарин. Вот, конечно, можно его чуть усложнить, скажем, через какую-то охру сиену. Можно также добавить чуть черного. Можно немножко вот этого красноватого добавить. Это всегда хорошо смотрится в таких голубых замесах. Ну и давайте сразу вот сюда, вот в центральную часть, положим первые мазки. Сюда. Так вот. Обозначим сразу, что вот где-то здесь у нас будет вот эта вот башенка. Здесь вот ее обступим. Надо смотреть за вертикалями. То есть такие вещи мы можем сразу же закладывать. И как раз, да, хорошо видно то, что вот этот фон, он просвечивает сквозь мазки и довольно так хорошо смотрится и усложняет этот голубой. Сюда положим. То есть мы прямо начинаем обступать наш рисунок. Он, в принципе, мы довольно много времени на него потратили. И поэтому можем довольно смело действовать. Также куда-то я и сюда бы добавил. У нас там образец немножко упирается здесь в край. Но я бы здесь выпустил какое-то небо. Где-то здесь мы можем прямо растянуть его чуть-чуть. А кверху я бы его сделал бы все-таки чуть потемнее. Такой некий градиент. Вопрос на сколько. Ну, давайте посмотрим. Что-то можно прямо вот так вот смешать. И где-то вот тут прямо вот так вот посильнее. Также это синий мы можем запустить куда-то и внутрь. Сразу, скажем, куда-то в зелень я бы его добавил. Он где-то там должен промелькнуть. Ну, или может быть там какая-то будет поддержка. Но пока вот таким образом я бы просто его где-то провел бы здесь. Чтобы просто здесь были какие-то пятна. И давайте теперь займемся теплой дорожкой. То есть берем новую кисть. У вас должно быть много кистей. Потому что есть какие-то варианты, когда цвета не должны между собой смешиваться. Ну, и вообще нам нужны замесы. Скажем, какие-то белильные, чистые. И если в кисть попадает у нас белило, то уже ее на другие чистые замесы лучше не использовать. Потому что белая краска будет проходить через нее. Поэтому должно быть у вас 3-4 кисти такого большого формата. Итак, давайте заложим охристую дорожку вот эту вот. Я бы не стал бы сразу бить по вот этим цветам. А начал бы с чего-то такого более-менее нейтрального. Возьмем охру, сиену и белило. Конечно, у меня есть опасения, что она сейчас будет выпадать у нас по тону в сам наш картон. Но давайте посмотрим. Давайте, да, где-то вот здесь, скажем, положим. Ну, что-то, да, возможно, вот такое. Она еле-еле у нас светлее, чем наш картон. Но, в принципе, пока нам может этого и хватить. Нам главное показать, что у нас такой теплый свет. И большими такими прям сочными мазками я прокладываю вот эту вот дорожку пока таким образом. Может даже куда-то и туда. Ну, давайте попробуем ударить и по нашим зданиям. Главное все время оставлять себе возможность как бы идти на высветление. То есть, не ударить сейчас стопроцентным таким светлым цветом. Ну, давайте вот отсюда попробуем. То есть, тут сразу у нас начинают работать световые пятна. Они явно у нас светлее вот этой основы. Может быть, даже чуть желтого добавить. И давайте вот сюда положим мазок. Здесь у нас идет такая большая падающая тень. Ну, вот как-то так. И обратить внимание, что вот сюда я сделал замес чуть светлее, чем здесь. И еще вот этот свет. Я бы его проложил и куда-то вот, и куда-то сюда. То есть, вот эта вот наша клумба. Я бы тоже на ней поддержал бы эту же световую схему. И, может, куда-то сюда положил бы. Также сразу каким-то ответом мы можем положить свет. И вот где-то здесь он там должен пройти, этот мазочек. То есть, у нас вот есть вот эта плоскость. И мы ее везде прям так пробегаем. И, может быть, вот туда чуть подальше. Но туда я уже утемняю. Там уже не будет такой светлой. То есть, у нас должно быть какая-то перспектива здесь уходить. Поэтому мы все это раскидываем. И делаем разным по цвету и тону. Также здесь очень интересная ситуация с этими тенями. У нас очень светлая, в принципе, такая архитектура. Что на свету, что в тени. И это всегда заставляет нас задуматься как бы о тональности. То есть, нужно очень тонко подходить к тому, какие будут по тону тени. То есть, на белом все равно как бы тень, даже в тени, она будет довольно светлой. То есть, если мы сравним вот эту тень, скажем, здесь, кажется, что довольно большой контраст. Но когда мы перекидываемся на вот эту темную дверь, сразу понимаем то, что этот цвет, он не является таким темным. Ну и давайте попробуем заложить вот это вот отношение как раз света и тени. То есть, теплый солнечный свет. И сюда попробуем намешать что-то такое фиолетово-синеватое, холодное. И будем делать это той же кистью. Добавим, значит, фиолетово-синий. Хорошо пытаемся промешать нашу кисть. Ну и давайте попробуем. То есть, такие прям сочные тени. Туда я чуть спокойнее делаю. Эта же тень перейдет у нас и сюда. Я бы прям прижался бы так. Она же у нас будет проходить и вот в этом месте. Здесь. Там тоже вот под этой крышей. По тому же принципу я бы ее вот и сюда вот пустил бы. Там такого нет у нас на фотографии. Но я думаю, что это просто будет вот красиво. А внутрь вот эта тень, она будет уже уходить в теплоту. То есть, я бы вот и здесь бы тоже так вот музонол бы с краю синеватым. А внутрь она будет становиться теплее. То есть, там уже пойдут вот теплые рефлексы от нашей охристой дорожки. Поэтому мы сюда должны будем добавить чего-то такого потеплее и посложнее. То есть, вот добавляем... Ну вот, сиены не надо было. Вот охра. И вот сюда можем так вот смело. То есть, вот здесь у нас будет намного все это теплее и сложнее. Здесь. И, соответственно, тут тоже. А вот этот перелом я бы его, да, сделал так вот поспокойнее. Каким-то фильтоватым, но не таким уже прям открытым, как там. Так, здесь вот мы можем прям вот убрать какие-то ненужные контрасты. Вот и туда, на дальний план, тоже надо положить вот этот тень от фронтона. И здесь какой-то такой мазок. А, ну и также, может быть, и вот здесь у нас что-то будет такое а-ля здание. Вот, пускай оно так просвечивается, пускай оно будет легче. И, может быть, даже и вот сюда положить вот эту часть. Ну, как будто там что-то такое же, какой-то светлый элемент, в котором растет какое-то либо растение, либо это просто какой-то такой бордюрный элемент. Ну, в общем, вот эти вот холодные цвета здесь должны как бы перекликаться. Также я бы сразу вот сейчас провожу вот эту зелень, ее хочется здесь положить, чтобы нам понимать. Ну, как бы это еще один такой весомый цвет, который будет задавать как бы игру в нашей композиции. Поэтому давайте попробуем зелененький вот этот намешать. Он довольно какой-то такой сложный, интересный. Берем зеленую, вердоновую. Ну, и добавим туда белил, добавим охры. Вот, и, наверное, я бы туда черненького добавил, чтобы он сложнее смотрелся. Мы заложили довольно активные такие цвета. То есть у нас здесь фиолетовый, охристо-желтый, и все такое сейчас горит. И поэтому зелень надо попытаться сделать посложнее. Ну, и давайте попробуем. Вот, что-то такое. Пускай пока она вот такая будет. Туда пока так мазанем предварительно. И, скажем, где-то вот здесь у нас будет выходить. Может быть, стоит и чего-нибудь такого тепленького туда мазануть. Но пока так, а там посмотрим. Также давайте проложим вот эту вот крышу. Опять же, она у нас такая тепловатая. Там какие-то охристо. Охра, сиена. Сиену с желтой мы можем добавить. Может быть, да, чуть-чуть и фиолетового, и синего. Но думаю, что в целом она должна быть такая тепловатая пока. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот что-то такое. Предварительно. И здесь же она у нас тоже где-то пройдет. Также я бы еще заложил зелень в виде какого-то такого темного пятна. Потому что тоже сейчас, когда мы положим, это пятно у нас много изменится. Поэтому берем вот зелень, мешаем ее вместе с сиеной. Сиеной с жженой. То есть это что-то такое сложноватое должно быть. И я бы сразу положил бы... Ну, оно у нас здесь вот где-то это пятно. с таким вот вылетом каким-то идет. Вот опять же, его куда-то я бы... Вот, и сюда бы положил бы... Может быть даже прям туда такое... Желтенькое прям добавил бы... Вот куда-то сюда хочется. То есть прям специально действуем посмелее, не боимся где-то надавить на кисть. Также его вот сюда надо засунуть. Ну, и, соответственно, вот в эту тень. И плюс он там вверх как-то поднимается. Является какой-то там частью изгороди или еще чего-то такого. И может быть даже куда-то сюда. Так, я бы еще поправил свет вот здесь вот. И сейчас мы можем прям его еще чуть-чуть усилить. Белее он добавляем. Ох, я добавляю какого-то желтоватого. Тут мне совсем нравится вот этот рисунок, который получился. Поэтому мы прям вот... Чуть вот так вот сделаем. Надавим туда. И вот этот угол здесь подчеркнем. Он нам прям важен. Так. Может быть здесь в чем что-то такое положим. И вот здесь у нас тоже свет проходит. Здесь. И эта часть у нас засветится. Ну вот здесь на дальнем плане нам нужно положить тоже вот этот свет, который там проходит у этой крыши. Он тоже будет такой тепловатый, но не такой светлый уже. То есть это нужно прям помнить. Значит здесь. И вот этот момент тоже хочется увеличить здесь контраст. Также нам свет надо пропустить вот в этом месте. И где-то вот там еще внутри. Там что-то будет просвечиваться. Довольно мягко. И также вот здесь какой-то такой... Тоже самозок посветлее, как будто там какая-то часть то ли стены, то ли еще что-то вот так вот выходит и засвечивается. Свет у нас значит будет на вот этой стороне и вот там еще где-то. Ну и сейчас я бы наметил какие-то окошечки. Опять же на этом же замесе берем какой-то фиолетовый. Берем ультрамарин. Вот. С окнами надо действовать аккуратней. Там такое довольно широкое окно. Вот пока вот так вот слабенько заложить. Потом может быть мы его усилим. И вот здесь вот окошечко будет. И вот эту часть тоже. Там какой-то непонятный такой архитектурный элемент. Хочется его замкнуть. Также внутри у нас где-то вот здесь будет дверь. Мы пока таким вот общим ее поставим. А потом внутрь положим потемнее. Здесь мы забыли проложить теневую часть. Она очень важна для нас. Поэтому мы вот так вот ее наметим. Ну может быть, наверное, даже полегче ее надо сделать. Да, я думаю, что она будет существенно легче там. Что-то такое. Главное здесь не мельчить. То есть действовать большой кистью. И все обобщать, стилизовать какие-то мелкие моменты. Они добавляются уже на более поздние стадии. Ну давайте сделаем дверь. Потому что она должна нам показать, насколько у нас здесь все-таки прозрачные такие цвета. То есть пока у нас не было здесь темного момента. Здесь все кажется как бы темным. Но это не так. Мы специально смотрели за этими отношениями, чтобы они не казались прям такими глухими. То есть да, вот мы еще утемняем эту дверь. И здесь, соответственно, у нас все начинает высветляться. Поэтому все у нас относительно. Тут надо прям сразу закладывать и помнить о таких вещах. Ну вот сейчас я бы, может быть, ввел бы какие-то как раз контрастные такие моменты. Что-то типа графики. Вот сейчас хочется чего-то добавить. Вот, может быть, там и здесь где-то бы подчеркнул бы что-то здесь. Вот эту вот крышу хочется. Ну немножко прям. Здесь очень так нужно деликатно действовать. Не хочется уходить в какую-то темноту. И поэтому здесь нужен прям какой-то цвет такой. Поэтому я беру сиену, жону и вот аккуратно так прохожусь по вот этим связкам. Также внутрь хочется сделать еще вот одно утемнение. Я вот работаю на вытянутую руку. Здесь нужна прям такая четкость. Ну вот что-то такое, да. Просто очень аккуратно там нужно проводить все эти вещи. Здесь, может быть, что-то прям так подчеркнуть. Также я прошелся бы вот здесь вот по нашим крышам. Показал бы, что вот здесь все это соединяется. Здесь так бы объединил бы. Ну, в общем, разумное количество графики, оно всегда оживляет работу. Также может быть что-то красного и сюда и в зелень добавить. И, конечно же, вот эту крышу ее тоже нужно подчеркнуть здесь. Ну и, собственно, вот и тут у нас же что-то такое идет. Непонятно. Ну, как будто здесь тоже стена идет с этой стороны, поэтому мы ее тоже так возьмем и пройдем по ней аккуратненько. Также важно, наверное, здесь заложить вот эти вот падающие тени, которые идут у нас здесь вот от здания, здесь и тут. Как бы такие важные пятна. И потом уже идти опять на высветление. Поэтому мы сейчас вот так вот возьмем через фиолетовый ультрамарин. Вопрос, опять же, какие? Насколько они будут темные? Ну, давайте попробуем опять вот так вот в несколько мазков положить здесь. И тут тоже вот они у нас пойдут в этом месте. И тут вот как-то так прям падающая такая тень будет. Также вот здесь она выходит. Но, скорее всего, солнце довольно высоко, и поэтому они не очень такие получаются большие. И вот это вот место у нас, оно здесь не совсем вмещается, но... Так, ну и давайте, наверное, на переднем плане проложим эту дорожку, чтобы здесь у нас тоже как-то все это сочеталось и работало вместе. Берем белило, охру, сиену. Куда-то вот сюда мы можем прям так положить мазок. Здесь пока мы все это вместе пройдем, так же тут должна быть какая-то поддержка, ну, чтобы просто это все вот так вот связывалось и работало вместе. Так же вот этот теплый цвет, сиенистый, он у нас где-то будет проходить... Ну, я бы его еще куда-то вот там сюда бы засунул. Вот, и, соответственно, где-то там тоже. Она уже послабее, но там-то вот эта вот... Должна быть такая ответка, потому что здесь идет такая дорожка, и она туда уходит. Там важно тоже что-то такое провести. Может быть, тут как будто что-то засвечивается. Так же на вот этой крыше у нас там есть черепица, она разного цвета, и нам хорошо бы что-то такое вот светло-охристое и желтоватое сюда пропустить. Мне кажется, это было бы как-то уместно и красиво. Ну, и, соответственно, где-то вот здесь, мне кажется, мы можем... Такая общая ответка, она должна как бы здесь как-то проходить все это, соединять. Вопрос, как это сделать, чтобы не уйти в такую детализацию и пересчет вот этих всех черепиц. И, наверное, где-то вот и здесь можно этот краешек немножко вот так вот взять и подзажечь. Может быть, и сюда даже добавить. Все должно как бы связываться между собой. Вот в этом месте тоже хочется какой-то такой поактивнее положить. Опять же, чтобы вот раз, два, три, работа была какая-то. Вот эти крыши надо смягчить, они сейчас немного жестковато так смотрятся. То есть, опять же, вот этот момент плановости, чем дальше у нас уходит, тем все должно быть мягче. Также там нужно поставить все-таки вот это вот окно, которое я все никак не сделаю. Да, то есть, вот эти все графические элементы, их нужно очень так выверенно и эффектно ставить. То есть, я где-то прижимаюсь, а где-то свожу монет, и это начинает работать. Опять же, вот эта теневая часть, вот у нас везде где-то окно там пойдет. Вот, там где-то дверь будет, и вот там тоже что-то такое. Ладно, давайте смягчим вот эту крышу. То есть, там что-то нужно такое прям поспокойнее. Может быть, да, вот и так. Ну, давайте маленькой кистью сейчас посмотрим. Значит, вот здесь у нас где-то пойдет вот эта вот крыша. И вот здесь вот. И здесь опять где-то подущая такая тень пойдет. Также надо заняться вот этой частью. Так, у нас там идет. Внутри опять какое-то там окошечко такое. И также там что-то будет такое красноватое. Довольно, кстати, красиво. Сейчас попробуем это вывести. Ну и добавить вообще этот цвет новый для нашей композиции. Вот здесь бы я что-то такое сделал бы. Там. Ну так, аккуратно. Ну и соответственно, если у нас появляется новый цвет, то мы его вот и здесь тоже что-то такое красноватое есть. И в принципе это красиво смотрится. Здесь. Вот куда-то сюда можем воткнуть. Ну так. Без фанатизма и довольно деликатно. Может быть где-то здесь вот сверху тоже чуть свет пустить. Вот эту часть, может быть, я взял бы и чуть смягчил бы. Вот так бы обобщил бы все прям вот это дело. Чуть вот эту зелень хочется где-то смягчить. Потому что она так со всех сторон получилась очень вырезанная. Поэтому со стороны света я бы ее вот чуть бы упростил бы. Вот такими движениями мы ее, во-первых, разбиваем на свет тень. Вот сюда добавим тоже света. И где-то вот тут. То есть куст мы тоже рассматриваем как некий объемный такой предмет. Везде пытаемся искать какие-то объемы. Так работа смотрится логично и убедительно. Может быть даже куда-то сюда добавить чего-то такого зелененького. Ну вот что-то такое. Она так графичная. Но вообще здесь такие контуры, они как бы завязываются, мне кажется, и живут. Так, еще немного вот этой темной зелени хочется добавить где-то. Ну просто здесь какой-то вот поискать. Вот этот он, ну я бы вот куда-то вот сюда бы, скажем, выпустил бы. Изменить здесь как-то вот этот рисунок. Также вот тут сверху тоже какая-то поддержка нужна там. Все это не очень понятно, но какие-то там выходы есть. Может быть там вот и здесь чуть-чуть до лба. В общем такая аккуратная доработка. Здесь уже я пытаюсь найти какие-то интересные моменты. И поэтому сразу работа вся замедляется. То есть поискать силуэты, поискать какие-то... Ну вот что-то наоборот нужно обобщить. Также какие-то тонкости, скажем, я бы вот развел в фиолетовой. Прямо таким активным. И где-то, может быть, прям побегал бы, потому что я чувствую, что ему тоже нужна какая-то такая поддержка. Скажем, где-то вот здесь можно поставить. Может даже еще посильнее. Сюда куда-то. Может же прям таким синим. В поддержку неба. Здесь вот где-то там в глубоких вот этих тенях. Чтобы они как бы работали, потому что у нас такое большое пятно. И ему нужна где-то прям такая ответка. Здесь может быть побольше сделать фронтон такой. Ну и вот это место меня еще беспокоит. У нас на референсе провода. Но мне что-то не хочется их рисовать. Не хочется портить как бы такой пейзаж. Ну, выходить из такой тематики. Мне кажется, может быть, попробовать здесь какое-то облачко нарисовать. Сейчас я попробую что-нибудь такое мазнуть. И вдруг это хорошо будет смотреться. Но здесь явно что-то нужно. То есть это место его хочется как-то. Нужно какое-то здесь пятно. То есть если вот посмотреть на какой-то ритм, то там пустовато. Ну вот может быть что-то такое сделать. Пусть будет такое облачко. Вот еле заметное. Но все равно оно будет как-то работать. Просто иногда я считаю, что художник как бы волен что-то от себя добавить. Тем более как бы в таких этюдных пейзажных моментах. Сейчас еще добавил пару пятнышек. Каких-то таких важных. То есть вот сюда добавил. Здесь вот важно, чтобы вот эта стена как бы здесь проходила. И ну как бы так в целом просто лучше смотрится. Здесь добавил опять же фиолетовый. Чтобы просто какая-то логика была. И вот эти вот пятна проходили через всю работу. В общем всем спасибо. До новых встреч. Пока.